И все были изумлены его мудростью и сказали ему, продолжай учите и объясни нам все законы, которые мы способны понять. Иисус продолжал, Бог дал эту заповедь вашим отцам, не убей. Однако сердца их ожесточились и они убивали. Тогда Моисей пожелал, чтобы они хоть не убивали друг друга и он позволил им убивать животных. Я же говорю вам, не убивайте ни людей, ни животных и не разрушайте пищу, которую подносите к своему рту. Ибо если вы едите живую пищу, она оживит вас. Но если вы убьете, чтобы получить вашу пищу, мертвая плоть сама убьет вас. Ибо жизнь происходит только от жизни, а от смерти исходит всегда смерть. И все то, что убивает пищу вашу, убивает ваше тело. И все то, что убивает ваше тело, убивает также ваши души. Петрович понял, что здесь речь идет о разрушении пищи. Уничтожению в ней самого ценного ферментов. Если ферменты не активны, то такая пища действительно мертва и организм должен отдать часть своей жизненной силы, чтобы оживить ее и заставить работать на себя. Очень хорошо об этом написано в работах по питанию у Малахова. Кстати, а он сам Малахов, то бишь я, ссылаюсь на научные источники, которые об этом говорят. И тела ваши станут подобны вашей пищи. Пища вносит в организм свою информацию и постепенно организм перестраивается под ее воздействием. Может такое быть? Может. Так же, как дух ваш станет подобным вашим мыслям. Мысли человека. Особые информационно-энергетические образования, которые при постоянном воздействии также перестраивают голограмму организма на свой лад. С помощью сильных мыслей можно даже менять форму своего тела. Вот почему не должны вы питаться ничем, что преобразовано огнем, холодом или водой. Ибо вареные, мороженые или поврежденные продукты обжигают, охлаждают ваши тела. Не уподобляйтесь землепашцу, который сеет на своем поле отваренное, замороженное или испорченное зерна. Ибо придет осень и не соберет он ничего со своих полей. И велика будет печать для его. А будьте подобны тому землепашцу, который сеет на своем поле зерна полной жизни. И тогда поля его покроются колосьями пшеницы. И воздадут ему сто крат к тем зернам, которые он посеял. Перечислены основные факторы, которые разрушают не только ферменты, но и структуру пищи, в которой и находится связанная энергия. Задача нашего организма лишь использовать энергию этих связей себе на пользу. Но если они уже разрушены указанными процессами, то что же остается организму? Ибо поистине я вам говорю, живите лишь огнем жизни, но не подвергайте пищу вашу огню смерти, который убивает как вашу пищу, так и ваши тела и ваши души. Один из них спросил. Учитель, где находится огонь жизни? В вас, в вашей крови, в вашем сердце. Другие спросили, где находится огонь смерти? Этот огонь, который горит вне тела вашего, который горячее вашей крови. С помощью этого огня смерти готовите вы пищу в ваших домах и полях. Поистине говорю я вам, тот огонь, который разрушает пищу вашу и тела ваши, похож на огонь зла, который опустошает ваши мысли и развращает ваши души. Ибо тело ваше начинает походить на пищу, которую вы поглощаете, а дух на то, что вы думаете. Не ешьте же ничего, что было убито более горячим огнем, чем огонь жизни. А приготовляйте и ешьте те плоды, растущие на деревьях и на траве, в полях, так же, как и молоко животных, которое полезно в качестве пищи вашей. Ибо все, что выросло, созрело и было приготовлено огнем жизни, все это дары ангелов, матери вашей земли. Но не ешьте никакой пищи, вкус которой дает огонь смерти, ибо она от сатаны. Петрович понимал, что энергетический потенциал цельной термически необработанной пищи гораздо выше, но преодолеть традиции предков, так далеко заведших людей в кулинарию, решить почти невозможно. Для положительного решения необходимо все делать самому. Да и к тому же, человечество расселилось так широко и не в благоприятных климатических поясах, что вряд ли что получится. И тогда некоторые потрясенные и удивленные спросили. Учитель, как же без огня должны мы жить и печь наш насущий хлеб? Пусть ангелы Божьи приготовят вам его. Смочите сначала пшеницу вашу, чтобы ангел воды вошел в нее, а потом выставьте на воздух, чтобы ангел воздуха мог обнять ее. И поставьте все с утра до вечера под лучи солнца, чтобы ангел солнца смог спуститься туда. И благословение этих трех ангелов вызовет скоро появление ростка жизни, который разовьется из вашего зерна. Тогда раздавите зерно ваше, как это делали отцы ваши, когда покидали Египет, это дом рабства. Выставьте вновь эти галеты под лучи солнца на заре, и когда солнце дойдет до высшей точки на небе, переверните их на другую сторону, чтобы ее также поцеловал ангел солнца. И оставьте эти галеты до захода солнца. Ибо ангел воды, воздуха и солнца вскормили и помогли зерну созреть в поле, и они должны также присутствовать при изготовлении вашего хлеба. И то же солнце, которое благодаря огню жизни вызвало рост и созревание зерна, должно испечь ваши хлеба тем же огнем, ибо огонь солнца даст жизнь зерну, хлебу и вашему телу. Ведь ангелы жизни живого Бога служат лишь живым людям, ибо Бог есть Бог жизни, но не Бог смерти. Идет описание приготовления хлебцов из проросшей пшеницы. Кстати, вы можете посмотреть у меня на канале в разделе «Целебная кулинария». Петрович думал, что если проросшую пшеницу перемолоть, слепить из нее котлетку и слегка подрумянить с одного и другого бока с маслом на сковородке, то внутренняя часть сохранит ферменты, а следовательно будет обладать жизнью. Если же высушивать, как учил Иисус Христос, то это в холодное время года невозможно. А также у людей с пониженной массой тела может привести к обезвоживанию организма от сухого продукта. Он в этом убедился на себе и не раз. Поэтому питайтесь всем тем, что находится на Божьем столе, плодами деревьев, зерном и полевыми травами, молоком животных и пчелиным медом. Добавляются в питание продукты пчеловодца. Вся остальная пища, делая рук сатаны, ведет к греху, болезням и смертью. Тогда как богатая пища, которую вы находите на столе у Бога, даст вашему телу силу и молодость. И болезнь не коснется вас. Еще одну вещь можно отметить. Свежая, сырая пища не дает человеку возможность переедать. В ней имеются вещества, регулирующие насыщение. Вареной этого нет. Ее легко переесть. И действительно, это со стола Божьего старый Мафусаил извлекал свою пищу. И если вы будете делать то же самое, я обещаю вам, что бог жизни даст вам так же, как и патриарху, долгую жизнь на этой земле. Ибо поистине говорю я вам, бог жизни богаче всех богачей на земле. Стол его обильней и снабжен лучше, чем самые богатые столы. Праздник всех богачей на земле. Итак, в течение вашей жизни питайте со стола матери вашей земли. Не варите ничего и не смешивайте одну пищу с другой, чтобы пиршество ваше не превратилось в гниющее болото. Ибо поистине говорю я вам, это гнусно в глаздах Господа. Кроме того, что питание должно быть свежерастительным, оно должно быть и раздельным. Как не верти, а для полноценного переваривания любого продукта требуется своя специфическая среда в желудочно-кишечном тракте, свои специфические ферменты. Только в этом случае усвоение полноценно. Сочетание нескольких продуктов за одной едой это не позволяет сделать. Насколько прозорлив и знающий оказался Иисус Христос, поразился Петрович. А также не уподобляйтесь прожорливым слугам, которые везде присваивают со стола хозяина то, что предназначалось другим, мешая все в своем обжорстве. Ибо как только хозяин заметит это, выгонит его тотчас из-за стола. И когда все закончат трапезу, хозяин смешает все объедки, которые остались на столе. Позовет к себе прожорливого слугу со словами, возьми и ешь все это со свиньями, ибо твое место с ними, а не за моим столом. Поэтому заботьтесь о храме вашего тела, не оскверняйте его всякими мерзостями. Удовлетворяйтесь двумя-тремя видами пищи, которую всегда найдете на столе матери вашей земли. И не пытайтесь в жадности пожирать все, что видите вокруг себя. Чтобы этого не происходило, надо работать над своими чувственными привычками, ставить под контроль ума. Вкусовые ощущения также надо контролировать. Ибо поистине говорю я вам, если смешаете различные виды пищи в своем теле, миру тела вашего придет конец, и бесконечные войны будут бушевать нем. Ибо оно будет разрушено, подобно тому, как жилище и царство, разделенные друг с другом, способствуют своей собственной гибели. Ибо ваш Бог есть Бог мира, и Он не поддержит никогда тех, кто разделен. И не вызывайте на себя гнев Божий из опасения, чтобы он не выгнал вас из-за своего стола, и из страха, чтобы не заставил вас сесть за стол сатаны, где тело ваше будет обожжено огнем грехов, болезней и смерти. Эта рекомендация больше относится не к питанию, а к работе над собственными пищевыми и иными чувственными пристрастиями, думал Петрович. Сколько надо самодисциплины, чтобы подчинить все это. К слову сказать, современное общество постоянно рекламирует и разжигает у человека одно. Жуйте, потребляйте, наслаждайтесь, ведь вы достойны этого. Вся эта дьявольщина ведет человека к одному результату – разочарованию в жизни и к бесчисленным болезням. Что ни говори, а человечество сейчас живет в цивилизации потребностей. Причем вначале потребляют люди, а потом дьявол потребляет их. Ох и хитро все закручено, и мало кому удается выбраться из этого круговорота мук и смерти, пойти собственной трубкой эволюции к жизни вечной в царство небесное. Мощно сказано. 30. Как-то сами собой наступили 30-е сутки голода. Петрович продолжил день согласно программе. Солевые клизмы, полоскание рта, чтобы не сохло, и пил минеральную водичку. Уриной он почти не пользовался, не чувствовал надобности. Спал он хорошо, ничего не снилось. Что еще заметил он в последнее время, так это началась лечебно-оздоровительная работа над правым легком. Там в одном месте чувствовался очаг чего-то неприятного. Возможно, это он, а не печень отдавали в правую лопатку. Что касается общего самочувствия, то оно было нормальным. Во рту было меньше неприятных ощущений, гноя. Меньше сохло, и язык постепенно разовел. При клизмении в основном выходила чистая вода со шмотками от торгающейся грибницы. Например, сейчас вышел более твердый кусок значительных размеров. Гибкость постепенно увеличилась, а собственный вес с 98 кг до голода спустился до 79 кг. Вроде бы основная работа на голоде произошла, но Петрович чувствовал, что надо еще подождать несколько дней, чтобы из кишечника вообще перестало что-либо выделяться, похожее на выходящую опухоль или грибницу. Если этого не сделать, то малюсенький кусочек разрастется обратно и все повторится сначала. Этого допускать было нельзя. Тем более, что последние клизмы показывали, насколько раньше грибница разрослась и мешала прохождению воды по толстому кишечнику. Если раньше вода выходила с трудом и с болями в области пупка, то теперь она вливалась за дно полторы минуты легко, хотя и чувствовался некоторый дискомфорт. Слизистая толстого кишечника, которой крепилась опухоль или грибница, была повреждена, и следующие дни голода должны были ее восстановить. На этой стадии голода настал черед несколько иной мотивации. Петрович понял, что теперь он вышел на финишную прямую. Ему остается преодолеть каких-то 10 дней до полной победы. Больше он голодать не будет. Чтобы достигнуть этого, он начал новый настрой, вспоминая, как это происходило у других людей. Например, Симеон Столпник подверг себя испытанию 40-дневным постом в юные годы. Он попросил, чтобы его заперли в пещере и открыли ее лишь после 40-го дня. Ему на всякий случай поставили кувшин с водой и краюху хлеба. По истечении установленного срока камень открыли, Симеон лежал без сознания. Его отходили. Настолько сильна сила воли, что человек готов умереть, но не отступить от своего. Серафим Саровский, неоднократно предпринимавший длительные посты и знавший, какому результату они ведут, наставлял пришедших к нему людей примерно такими словами. Если бы вы даже сидели в яме с червями, которые вас съели заживо, то все равно надо было терпеть. Тот царство, в которое вы войдете, пройдя через разные испытания и очиститесь, вернет вам столько, что вы и представить себе не сможете. И еще он постоянно помнил наставление Иисуса Христа. Блажены те, кто упорствуют до конца, ибо они унаследуют землю. Петрович в своей жизни много дел не закончил. Когда до них оставалось сделать всего один шаг. И теперь он решил, хоть одно дело, самое важное из всего, что он до этого делал, довести до своего естественного конца. Раньше надо будет выходить, значит выйдет. А нет, то дойдет до 40 суток. Тем более, что он как-то претерпелся, вошел в новый ритм жизни. И дни стали опять лететь быстро. Оказалось, что для этого надо сменить акцент в сознании, не придавать значение времени, не ждать его, а просто жить. Тогда время летит быстро. Так незаметно прошел месяц. Свой рекорд в голодании он уже побил на три дня. Надо было продолжать упорство до конца. Этот конец был с сороковым днем, 10 мая 2000 года. Петрович сел за стол, открыл манускрипт и принялся читать. Девятое. И когда вы принимаете пищу, никогда не ешьте досыта. Покушать досыта, значит переесть. Переедание неизбежно приводит к потаканию чувства уса, бесконтрольности над ним. В дальнейшем оно все больше и больше поражает человека, требуя постоянной вкусной еды в больших количествах. За всем этим последуют болезни. Избегайте искушения сатаны и слушайте голос ангелов божих, ибо в любой момент сатана и власть его вводит вас в искушение. Искушение есть чувственное желание, которое постоянно толкают человека на их удовлетворение. Если человек отождествляет себя с ними, с комфортом, то он пропал, он становится их слугой и рабом. Чтобы употребляли все больше и больше пищи. Живите духом и сопротивляйтесь желаниям вашего тела. Вот здесь я уточню, не желанием вашего тела, тело лишь кусок мяса, а чувственным желанием, которое находится в сознании. Дух должен контролировать своих слух, давая им разумную свободу, вовремя поесть, отдохнуть и тому подобное. Но не обжираться и не предаваться лени. Ваш пост всегда приятен для глаз ангелов божих, а также осмотрительно относитесь к количеству пищи во время еды. Из количества, дающего впечатление сытости, съешьте не больше одной трети. Это типичная рекомендация йогов. Столько-то пищи, столько-то свободного пространства в желудке для лучшего пищеварения. Пусть вес вашей ежедневной пищи будет не меньше одной мины, но остерегайтесь, чтобы он превзошел две мины. Это около одного килограмма. Дана рекомендация о количестве потребляемой пищи в течение дня. Но для лиц с разной индивидуальной конституции надо вносить соответствующие поправки, тогда будет полный порядок. Продолжим. Тогда ангелы Господни будут служить вам постоянно, и вы никогда не попадете в рабство к сатане и его болезням. Не тревожьте действия ангелов в вашем теле. Здесь понимаются силы в организме, которые осуществляют процесс переваривания и усвоения пищи. Слишком часто принимая пищу, ибо поистине, говорю я вам, тот, кто ест больше двух раз в день, выполняет в себе замысел сатаны. А вот эта рекомендация по приему пищи связана с биоритмологией. Принимать пищу надо тогда, когда энергетика пространства способствует пищеварительному огню в организме человека. Без соблюдения биоритмов работы пищеварительной системы в ней возникает сбой, появляются болезни. Особенно вредна еда на ночь. И тогда ангелы Бога покинут его тело, а сатана сразу же владеет им. Принимайте пищу только тогда, когда солнце начинает подниматься. В это время активен желудок. А второй раз достигнет зенита. В это время активен кишечник. И не увидите вы никогда болезни, ибо тот, кто поступает так, находит благо в глазах Господа. А если хотите вы, чтобы ангелы Божии возрадовались в вашем теле, а сатана был изнан далеко от вас, садитесь за стол Божий для приема пищи всего один раз. Полдень и дни ваши продлятся на земле, ибо такое поведение приятно в глазах Господа. Ешьте только тогда, когда стол Божий накрыт перед вами, и только то, что вы найдете на нем. Ибо поистине говорю я вам, Бог знает хорошо, что и когда нужно вашему телу. Кушать только тогда, когда человек проголодается. Потреблять продукты, выращенные в месте проживания, и осуществлять принцип сезонности питания. Практически Иисус Христос в своеобразной форме рассказал все, что касается правильного питания. С начала месяца мая ешьте рожь, в течение месяца июня пшеницу, это самое совершенное из всех трав, дающих зерно. Сделайте так, чтобы ваш ежедневный хлеб был изготовлен из пшеницы, чтобы Господь мог позаботиться о вашем теле. В течение месяца июля питайтесь кислыми плодами, смородиной, кислым виноградом, чтобы тело ваше похудело, и сатана был изгнан из него. Похудание тела с помощью питания кислыми продуктами усиливает окислительные процессы в организме и сжигает шлаки, накопившиеся за зиму. Это своеобразная чистка организма, профилактика будущих болезней. В течение сентября собирайте виноград, и пусть сок его служит вам напитком. В течение октября собирайте сладкий виноград, высушенный ангелом солнца, чтобы он укрепил ваше тело. Сладкий вкус укрепляет тело, способствует набору веса, так как в нем обитают ангелы Господа. Вы должны есть фиги, богатые соком. В течение месяца августа, а в январе, когда останется излишек от того, что вы собирали, позвольте ангелу солнца высушить эти фрукты для вас. Питайтесь ими вместе с косточками миндаля в течение трех месяцев, когда деревья не плодоносят, то есть когда нет фруктов и трав, рекомендуется питаться орехами. Что же касается травы, растущей после дождя, питайтесь ею в течение декабря, чтобы очистить вашу кровь от всех ваших грехов. Здесь дана рекомендация во время холодного времени года применять разогревающие специи, которые помимо разогрева организма уничтожают патогенных микроорганизмов, обитающих в крови человека, ну и в желудочно-кишечном тракте. Насколько дальновидна эта рекомендация, можно судить с современных позиций науки, которая только что подошла к этому. К травам, растущим после дождя, можно отнести укроп, петрушку, горький перец, лук, чеснок, болгарский перец, а также все остальные специи и приправы, особенно те, которые обладают жгучим вкусом. В течение того же месяца начинайте пить молоко ваших животных. Молочные продукты должны восполнять недостаток продуктов питания в тот период, когда их не хватает. Естественно, молоко должно быть цельным и свежим и приниматься в умеренном количестве. Ибо для того Господь и дает траву поля животным, дающим молоко, чтобы они своим молоком пополняли пищу человека. Ибо поистине говорю я вам, блаженны те, кто есть лишь пищу со стола Господа и избегает всех мерзостей сатаны. Не потребляйте не чистой пищи, привезенной из дальних стран, а только ту, что дают вам ваши деревья. Особенно подчеркивается вредность потребления пищи, выращенной в других климатических регионах. Информация об использовании иного климата на тончайших уровнях расстраивает работу человеческого организма, ослабляет его. Петрович поразился тому, что об этом так давно знали, а он узнал об этом только сейчас из книг Малахова о питании. Ибо ваш Бог знает хорошо время и место пищи, которая нужна вам. И он дает пищу всем народам, всем государствам, то, что является самым лучшим для каждого из них, то есть в каждом климатическом регионе. Должно быть свое питание, которое приспосабливает организм человека к данной местности. Не питайтесь, как это делают язычники, которые набивают поспешно свои желудки всякими мерзостями сатаны. И действительно, сила Божьих ангелов входит в вас с живой пищей, которую Господь дал вам на царском столе. Ферменты пищи в активном состоянии, целостные структуры пищи, естественно витамины, минеральные вещества и все остальные компоненты пищи, именно они дают обновляющие силы человеческому организму. Если пища термически видоизменена, то все это богатство уничтожено и организм работает над ее оживлением, а только потом потребляет. Это не добавляет, а только расходует его силы. Во время приема пищи думайте о том, что над вами находится ангел воздух, а под ним ангел воды. Каждый раз во время еды дышите медленно и глубоко, чтобы ангел воздуха мог благословить вашу пищу. И особенно хорошо прожевывайте свою пищу зубами до того, как она станет жидкой, чтобы ангел воды превратил ее в кровь в вашем организме. Ешьте медленно, как будто вы обращаетесь с молитвой к Господу. Теперь дается рекомендация, как поглощать пищу. Кушать пищу надо медленно, тщательно пережевывать. Хорошо пережеванная пища, смешанная со слюной, уже становится частью человеческого организма и дальнейшее переваривание ее значительно облегчается. Плохо пережеванная пища чужеродна для организма и оказывает свое негативное действие. Пищеварение такой пищи затруднено. Пищеварительные ферменты действуют на поверхности, не проникая внутрь. В таком виде она может пройти через весь пищеварительный канал, а в толстом кишечнике подвергнуться процессам гниения, отравляя этим организм. Ибо поистине говорю я вам, могущество Бога войдет в вас, если вы будете питаться так за его столом. Но те люди, которые во время приема пищи не зовут к себе ангелов воздуха и воды, чтобы они витали над ними, сатана превращает тело в гниющее болото. И тогда Господь не потерпит их больше за своим столом. Ибо стол Господа это алтарь, и тот, кто питается за столом Бога, находится в храме. Ибо поистине говорю я вам, сыны человеческие увидят тело свое, преображенное в храм, а внутри его алтарь, если последуют они заповедям его. Вот почему не берите ничего с алтаря Господа, когда дух ваш раздражен. Но особенно находясь в храме Божьем, не имейте плохих мыслей, полных зависти, кому бы то ни было. Оказывается и это знакомо было, удивился Петрович, кушая только в спокойном, доброжелательном настроении. Из книги Малахова по питанию он знал, что пищеварение относится к легко тормозимым функциям организма и волнение останавливает пищеварительную работу. Это оказывается достаточным, чтобы началось бактериальное разложение, а от этого отравление организма. Входите в храм Господа только тогда, когда почувствуете в себе призыв его ангелов. Ибо все, что вы едите в печали, в гневе или без желания, превращается в вашем теле в яд. Действительно, дыхание сатаны оскверняет вашу пищу. Поместите с радостью дары свои на алтарь вашего тела и сделайте так, чтобы были изгнаны далеко от вас все плохие мысли, когда вы получаете в свое тело силу Божию, исходящую от его стола. И никогда не садитесь за стол до того, как призовут вас к этому ангелы голода. Оказывается, кушать только надо тогда, когда почувствуете действительный голод, но не ранее. Итак, за царским столом пребывайте в радости с ангелами Бога. Это приятно сердцу Господа, и будет ваша жизнь долгая на земле, ибо те, кто служат Богу и дорог Ему, будут служить и вам ежедневно. Ангелы радости. То есть положительные эмоции обладают способностью вырабатывать в организме особые вещества, эндорфины, которые стимулируют жизненные силы организма. Отсюда радостное настроение – ключ к здоровой жизни. Вот эту радость надо постоянно поддерживать в себе во время голода, подумал Петрович. Нет, ее вызывайте искусственно, как хочешь, но вызывай. Подсказывал ему внутренний голос. Например, вспоминай радостные эпизоды из детства, юности, зрелой жизни. Возвышайся в мыслях, обращениях к Богу, но не пребывай в унынии. Да, это великое искусство – жить в радости, подумал Петрович. И не забудьте, что каждый седьмой день свят и должен быть посвящен Богу. В течение шести дней питайте тело свое дарами Матери-Земли, но на седьмой день посвятите тело свое Отцу Вашему Небесному. На седьмой день не принимайте никакой пищи, оживите лишь Божьим Словом. А вот и профилактическое суточное голодание раз в неделю. Она позволяет хоть немного разгрузить пищеварительную систему, дать организму отдых от пищи. И в течение всего этого дня находитесь в обществе ангелов Господних в Царстве Отца Небесного. И в течение всего седьмого дня позвольте ангелам Божьим строить Царство Небесное в Вашем теле так же, как в течение шести дней Вы трудились в Царстве Матери-Земли. Это дисциплинирует сознание человека, делает его цельным. Только цельное сознание может не распадаться после смерти и быть способным существовать как полевое существо. Это и есть строить Царство Небесное в Вашем теле. Ну не только это, но там более глубокий смысл заложен. Вот почему не позволяйте никакой пищи препятствовать работе ангелов в течение седьмого дня. И тогда Бог даст Вам долгую жизнь на земле так, чтобы Вы могли радоваться от жизни вечной в Царстве Небесном. Ибо поистине говорю я Вам, в тот день, когда Вы не увидите ни одной болезни на земле, Вы будете жить вечно в Царстве Небесном. Иисус Христос дает своего рода ориентир. Как только исчезнут телесные болезни, которые возникают от дурных черт характера и разбалованных чувственных наслаждений, это означает, что все это проработано в сознании человека. Теперь сознание его стало цельным, а значит после физической смерти, отбросив тело, оно сможет существовать, жить в пространстве. То есть Вы будете жить вечно в Царстве Небесном. Удивительно, почему эти знания от нас скрывали и продолжают скрывать, недоумевал Петрович. Ведь это общечеловеческое достояние. Потом до него дошло, что общемировое зло так закрутило, так извратило, так утаило все жизненно важное, чтобы человечество пребывало в темноте и кроме золотого тельца и взаимной ненависти ничего не знало. Ему важно, чтобы человек тратил свои жизненные силы на его подпитку, а не шел по пути естественной эволюции от материального существа к полевому. И в течение дня работайте с ангелами Матери-Земли, чтобы вам удалось еще больше и лучше узнать их. Но после захода солнца, когда Отец Ваш Небесный посылает Вам самого дорогого ангела, спите и отдыхайте, всю ночь пребывая с ангелом сна. И тогда Отец Небесный пошлет своих безмятежных ангелов, чтобы они находились с Вами всю ночь. И безмятежные ангелы Отца Вашего Небесного расскажут Вам многое о Царстве Божьем. Во сне человек живет без физического тела, как полевое существо, и путешествует в пространстве, посещая самые различные миры. Так идет ознакомление человека с будущей средой его обитания. Так же, как ангелы Матери-Земли, которых Вы знаете, научат делам своего Царства. Ибо поистине говорю я Вам, каждую ночь Вы будете гостями Царства Вашего Небесного Отца, если будете следовать Его заповедям. Когда Вы проснетесь поутру, почувствуете Вы в себе силу безымянных ангелов. Как просто объясняется феномен сноу. Но почему все это скрыто постоянно вертелось в голове у Петровича? И Ваш Небесный Отец будет посылать их Вам каждую ночь, чтобы они развивали Ваш дух. Да, именно развивали дух. Ибо только он будет существовать после смерти физического тела, как полевое образование. Если его не развивать, то дух не сможет ориентироваться в новой среде, не познает, как в ней самого себя подпитывать и может распасться. Он вновь уйдет в те пространственные слои, провалится в них, где существует запасник душ, и будет ждать своего нового воплощения. Продолжим. И днем из страха, чтобы ангелы Божьи не покинули Вас. Биоритмологические рекомендации вести правильный распорядок дня, спать ночью и не бодрство днем. Все эти понятия и деления на сов и жаворонков, извращения, чтобы оправдать свой неправильный образ жизни. Никогда не слушайте подобных бридней о совах и жаворонках. И пусть не доставляет Вам радости никакие возлияния и никакие курения. Дурные пристрастия всегда ведут лишь к одному. Они порождают зависимость и отнимают Вашу жизненную силу на их удовлетворение. Они восходят от сатаны, ибо от них Вы будете бодрствовать ночью и не спать днем. Ибо поистине говорю я Вам, что возлияние и курение – дело сатаны в глазах Бога Вашего. Не предавайтесь разврату ни днем, ни ночью, ибо развратник подобен дереву, сок которого вытекает из ствола его. Не будьте развратниками из страха перед тем, что сатана иссушит Ваше тело, а Господь сделает Ваше семя стерильным. Сладострастие превращает человека в машину по выработке семени. Выработка семени основана на жизненной энергии человека. Чрезмерное ее израсходование через этот канал чувственного удовольствия действительно может иссушить организм человека, а само семя сделать стерильным. 31. Самое интересное, что Петрович отметил про себя – сон у него стал длительнее. Для того, чтобы лучше согреваться, он спал под двумя одеялами. Петрович отдыхал во сне, давал возможность организму работать над собой. А работы было предостаточно. Началась работа по выведению застрелой патологии из легких. Он в 7-8 летнем возрасте переболел воспалением легких. Там явственно ощущались болезненные очаги. Кроме того, в горле ощущались неприятные покалывания, как будто там находились волосинки и кололи. Во рту сухо, но в целом ощущения были не такие неприятные, как раньше. Гнойное содержимое перестало отходить изо рта, но отходила какая-то твердая слизь из гортани, хотя она и была белого цвета. После клизмы из него вышла разлагающаяся опухоль, солидные шматки, а затем множество застарелой желчи, скрепленной слизью. После ее отхода в правом боку почувствовалась какая-то пустота и облегчение. Вообще, Петрович заметил, что по мере отхождения шлаков и патологии из толстого кишечника, он начинает оживать. В нем появилась перистальтика, начал бурчать. Появились и первые признаки нормализации работы организма. Кожа на пальцах перестала слазить, хотя и несколько шелушилась. Порозовели и оформились ногти. Ладони стали несколько влажными, ранее они были сухими. Остались последние листочки манускрипта. Петрович принялся их с жадностью дочитывать. Десятое. Избегайте всего слишком горячего или слишком холодного. Ибо такова воля матери вашей земли, чтобы не причинили вы никакого вреда вашему телу ни теплотой, ни холодом. И чтобы тела ваши были не более горячими и не более холодными, чем тогда, когда ангелы божии согревают их или охлаждают. Если вы последуете заповедям матери вашей земли, тогда каждый раз, когда тело ваше станет слишком горячим, она пошлет к вам ангела холода, чтобы освежить вас. И каждый раз, когда оно охладится, оно пошлет к вам ангела тепла, чтобы вновь согреть вас. Температурное воздействие должно быть умеренным. Любые крайности налагают стрессовую нагрузку на организм человека и вызывают в нем повреждения. В связи с этим очень своевременно будет подсказка. Лучше использовать контрастные процедуры, чем отдельные процедуры, связанные с сильным прогревом организма или его охлаждением. Но опять же, все это должно быть увязано в собственной индивидуальной конституции каждого конкретного человека. Ведь понятия слишком горячие и слишком холодные для каждого человека различны. Следуйте примеру всех ангелов Отца Небесного и Матери Земли, которые ночью и днем работают неустанно в Царстве Небесном. И примите в себя самого могущественного из ангелов Божьих, ангела труда, и трудитесь вместе в Царстве Божьем. Умеренный, разумный труд помогает нормальной работе организма. Если этого нет, то безделье, обездвиженности, организм человека атрофируется. Возьмите для примера воду, постоянно текущую. Ветер, когда он дует. Солнце, когда она светит. Который восходит и заходит. Рост деревьев и растений. Животные, которые бегают и резвятся. Ущербную и рождающуюся луну, звезды, которые поднимаются и опускаются. Все должно действовать и выполнять свою работу. Ибо все то, что обладает жизнью, должно двигаться. И только то, что мертво, остается неподвижным. Ибо Бог есть Бог тот, что имеет жизнь. А сатана владыка того, что есть смерть. Поэтому служите Богу живому, чтобы вечный поток жизни мог поддерживать вас. Действительно, когда человек в движении, то через него проходит больший энергетический поток, чем во время покоя. Именно этот поток и поддерживает силы организма. Отсюда, сознательным увеличением своей двигательной активности, человек может самостоятельно регулировать интенсивность жизненных процессов в своем организме. И помните, везде нужна мера. Продолжим. И чтобы вы вырвались из вечной неподвижности смерти. Трудитесь же неустанно для создания Царства Божьего и страха быть увлеченным в Царство Сатаны. Ибо вечной радостью полно Царство Божие. И глубокая печаль омрачает Царство Сатаны. К сожалению, людям никто не разъясняет, что такое Царство Небесное и как туда попасть. Поэтому и не знает, как надо трудиться, над чем надо работать. А работать надо над собственным сознанием. Искоренять из него дурные черты характера. Ставить под жестокий контроль чувственное удовольствие. Развивать чувствительность к природе. Прорастать в пространство любовью. Осторожно относиться к окружающим людям, животным, местности. Вот тогда Царство Божие начнет само открываться такому человеку, давая ему необходимое совершенство. Будьте же истинными сыновьями матери вашей земли и отца вашего небесного, чтобы не попасть в рабство Сатаны. И тогда Мать ваша земля и Отец Небесный пошлют вам своих ангелов, чтобы они любили и служили вам. И ангелы их пишут заповедь Божия в вашем сознании, в ваших сердцах и в ваших руках. Чтобы вы могли знать их, чувствовать и исполнять заповеди его. Все это говорит о том, что с человеком, следующим праведному образу жизни, произойдут качественные изменения. В лучшую сторону изменится его тело, а сознание приобретет разного рода совершенства. Эти совершенства, вызывающие удивление в земном мире, обычно дело для мира пространственного или духовного. Они необходимы там, как здесь возможно сходить, ориентироваться и обслуживать самого себя. Только в этом мире человек творит руками, а там все делается силой мысли. И каждый день молите Отца вашего Небесного и Мать вашу землю, чтобы душа ваша стала такой же совершенной, как совершенный Святой Дух Отца вашего Небесного. И чтобы тело ваше стало таким же совершенным, как совершенно тело Матери вашей земли. Ибо если вы понимаете, чувствуете и исполняете заповеди, все, что вы попросите в молитвах своих Отца вашего Небесного и вашу Мать землю, будет вам дано. Ибо мудрость, любовь и могущество Бога находятся выше всего. Вот это и есть возможность мысленного творения, которое возможно лишь в том случае, когда человек любовными нитями прочно соединен с пространством, стал с ним единым целым. Просите же Отца вашего Небесного, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твое на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Царство есть и сила, и слава во веки. Аминь. Итак, молитесь Матери вашей земле, Мать наша, сущая на земле, да придет Царство Твое, да исполнится воля Твоя в нас, как и в Тебе. И как посылаешь Ты ангелов каждый день, пошли их нам, прости нам грехи наши перед Тобой, не позволяя нам стать добычей болезней, и освободи нас от всякого зла. Ибо Тебе принадлежит земля, тело и здоровье. Аминь. Здесь даны две главные молитвы. Первая имеется в Библии, а вторая отсутствует. Именно она просит здоровья человеку. И все вместе с Иисусом молились Отцу Небесному и Матери Земле. Потом помолившись, Иисус сказал им еще. «Так как ваши тела будут возрождены ангелами Матери вашей земли, может и Дух ваш возродиться ангелами Отца вашего Небесного. Станьте истинным сыном вашего Отца и вашей матери и истинными братьями с сыном человеческим. До этого времени находились вы в войне с вашим отцом, с вашей матерью и с вашими братьями, сынами человеческими. И боритесь с сатаной из страха, чтобы он не нарушил мира вашего. И даю вам мир Матери вашей земле для тела вашего и мир Отца вашего Небесного для Духа вашего. «Так, чтобы этот двойной мир царил среди сынов человеческих. Придите вы ко мне все, усталые и страждущие от борьбы и страданий, ибо мир полон бесконечной радости. Поэтому я всегда приветствую вас так, да будет мир с вами. Поступайте так же, приветствуйте друг друга, чтобы тело ваше мог осенить мир вашей Матери Земли, а Дух – мир вашего Небесного Отца. А теперь вернитесь вы к братьям своим, с которыми вели вы доселе войну, и принесите им мир так же. Блаженны те, кто будут бороться за мир, ибо обретут они мир Божий. Идите и не грешите больше, и передавайте так же каждому наш мир, как я даю вам свой мир, ибо мой мир происходит от Бога. Да будет мир с вами. Потом он покинул нас. И мир его осенил их всех, и в сердце их поселился ангел любви. В голове их мудрость закона, а в руках их сила воскрешать. И они вернулись к сынам человеческим, чтобы принести свет мира тем, кто боролся еще во мраке. Манускрипт был действительно необыкновенно уникальным и информативным. Он рассказывал и о том, как восстановить и сохранить физическое здоровье, и о том, как двигаться по пути духовного совершенства. Лучшего, чем этот манускрипт, Петрович ничего не читал. Пусть у тех, у кого глаза открыты, познает его истину, подумал Петрович. Но остальные слепцы будут задавать тупой вопрос, а где это в Библии написано? У человека должно быть развито особое чувство. Отбирать жизненно важную информацию для себя, а не плутать в море ложных и полуложных идей и наставлений. Только тот, кто это может сделать, несмотря на разные авторитеты, именно тот прогрессирует. Петрович еще некоторое время посидел над манускриптом и подумал, вот что значит читать между строк. Сколько дополнительной информации, разъяснений и уточнений можно получать дополнительно. Ему было жаль расставаться со столь умным наставлением, в котором описывалось практически все главное, что касается человеческой жизни. Для себя Петрович сделал выписку о будущем питании, ибо питание должно быть свежерастительное, молочное, с продуктами пчеловодства, раздельное, двухразово, утром и в обед, во время еды быть при поднятом настроении и тщательно пережевывать еду. Кушать при проявлении чувства голода и есть до полусытости. Питаться по сезонам года и продуктами, выращенными в месте проживания. В качестве профилактики раз в неделю голодать по 24-36 часов. В более развернутом виде все эти рекомендации были описаны в книгах Малахова по питанию. И более того, там давалась информация, как питаться с учетом индивидуальной конституции сезонов года и возраста человека. Петрович подумал, а откуда этот Малахов столько знает, и причем так досконально расписал. Вот еще один феномен нашего времени. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.